Обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации. Уважаемый Александр Иванович, обращаемся к вам, жители города Саратова, с просьбой помочь разобраться с ситуацией по массовому оформлению земли в городе Саратов. В июне месяце 2023 года на годы строя карты Саратова начали появляться в очень большом количестве новые участки со статусом огородничества. Были запрошены данные в комитете по управлению имуществом, что за огороды и кому предназначено, на что получили ответ, что огороды формируются по предварительному согласованию физлиц. В районе, где я проживаю с супругой и тремя сыновьями, в радиусе 200 метров появились уже примерно 25 участков. Часть из них продолжает коттеджный поселок, линию коттеджного поселка, застройки, где проходят вдоль участков свет, газ, вода, все вдоль участков. Часть в проулках, частично преградающих проезды, часть на перепадах высот, отделяющих частный сектор от горы. Обратившись в комитет с тем, что мы, так как мы собственники, имеем смежные границы, можем ли мы претендовать на данные участки. На что получили отказ в комитете управления имуществом. На июнь месяц уже часть участка была передана в аренду еще в мае. Также при очередном телефонном разговоре с комитетом управления имуществом от сотрудника получил информацию, что все участки в данном районе оформлялись на одного человека. А также пояснили, что получив в аренду данный участок, арендатор имеет право через некоторое время перевести его в собственность и потом уже сменить статус с огорода на ИЖС, как собственник. У нас на данный момент в Саратовской области для многодетных семей существует очередь в 6 с небольшим тысяч участков. Мы решили обратиться в Следственное комитет совместно с комитетом многодетных семей с уточнением, почему оформляются данные участки в коттеджных поселках и раздаются под огороды, а не выдаются многодетным, так как очередь очень большая. Также некоторые участки почему перекрывают дороги и уплотняются в поселок, ну, по сути, делают Шанхай. В Следственном комитете Кировского района города Саратова организовали прием совместно с комитетом многодетных семей в главе с Ириной Алешиной и представителем комитета управления имущества, где озвучили данные вопросы. Также такие вопросы, почему не выдаются данные участки многодетным или не продаются на аукционе, при том, что средняя цена участков, в частности, в нашем районе, вот 2 до 4 миллионов рублей за участок. А также уточнили, что некоторые участки были оформлены уже с мая в аренду, но на июль месяц так и стоят заросшие травой, деревьями, кустарниками заброшенные участки, собственно. Также мной были направлены обращения в комитет управления имуществом о том, что участки не используются по назначению и перекрывают часть, ну, некоторая проезда. Время шло. На момент уже конца августа ответов от управления, от комитета управления имуществом о том, что участки не используются по назначению, я не получил. Я сам поехал в комитет и посетил отдел заключения договоров и юридический отдел с уточнением, какой срок могут не использовать участки, на что получил ответ, что по договору аренды должны использоваться сразу, иначе получить собственность. Они смогут, собственно, или отказ аренды могут получить. Также там продублировал, написал заявление на участке, которые поблизости, о том, что они не используются по назначению и стоят заброшенные. Пока писал там заявление, обратил внимание, что приходят люди за постановлениями на огороды и получают за себя, и по паспортам других постановления на формирование огородов. Возможно, стали, ну, возможно, перестали оформлять все на одного человека. Мое предложение. В итоге ответ от комитета на запрос от июля пришел мне только в сентябре, что участки уже в собственности, и поэтому они не могут принять мер. То есть, в моем понимании, было затягивание с ответами, возможно, чтобы было возможно перевести, ну, время перевести в собственность, в собственность, а потом уже и, соответственно, в ВЖС. На данный момент еще не все переведены, не все переведены участки. Также уже получили информацию, что есть у кого-то и 25 заявок на огороды, у кого-то 100. То сейчас уже периодически мелькают объявления о продаже, аренды с последующим переоформлением. Цена, как я уже повторюсь, говорил, рыночная у нас от 2-4 миллионов за один участок. То есть, на данный момент участки частично передаются или продаются, путаются с следом. Ну, тоже предположение мое. А данные участки могли пойти, в частности, для многодетных. Возможно, закрыть очередь в нашем регионе. Умыселы людей, оформляющих там 25-100 участков, а сейчас и по отдельности оформляются, не использующих их по итогу, по назначению, а выжидающие оформление, переоформление, должны, я думаю, установить следователи. Также дополнят меня другие жители и покажем несколько примеров видео с этими участками. Мы обращаемся к той теме, которая на сегодняшний день очень болезненна. В городе Саратове на сегодняшний день массово отводятся участки под огородничество. Причем в черте города. Хотя, казалось бы, ну какое огородничество может быть вообще в городе Саратове непосредственно. Понятно, что для сельских поселений это логично. Но для города это совсем сложно. За нашей спиной мы сегодня наблюдаем вот результаты вот таких вот освоений в участках под огород. Когда отводятся участки, по сути, на границе лесопарковая зона и просто-напросто уничтожаются зеленые насаждения. Более того, создаются неудобства, потому что эти участки примыкают непосредственно к нашим домам и перекрывают фактически проезды. Потому что на сегодняшний день существует генеральный план, на основании которого был построен, по крайней мере, этот поселок, который предусматривал проезды, пожарные проезды. То есть это была работа архитектуры на сегодняшний день. А то, что сейчас отводятся участки, они абсолютно носят хаотический характер. То есть это какой-то человек, любой, который увидел место, допустим, на кадастровой публичной карте пустое, не отведенное никому, вызывает кадастрового инженера, фиксирует и подносит в администрацию, ну, в комитет по имуществу данной ситуации. Вот так вот на сегодняшний день проходит. Далее, следом, этот участок передается им в аренду, дальше они его переводят в собственность, ну и, как следствие, в индивидуальное жилищное строительство. Архитектура к этому не имеет никакого отношения. Поэтому на сегодняшний день эти участки абсолютно хаотичны, абсолютно расположены в абсолютно нелогических местах, никакого отношения к огородничеству не имеющимся. Потому что, если мы посмотрим, то вот в ракурсе, это вот тоже места, отведенные под огород. Можете себе представить, это хумусная поляна вообще-то. Мы просто просим, чтобы вы вмешались в этот процесс, потому что у нас на руках публичная карта с конкретными кадастровыми номерами под огородничество. Мы писали жалобу, естественно, в комитет по имуществу. Комитет по имуществу сказал, ребята, все по закону. Но, вы понимаете, можно формально сделать по закону, но с точки зрения логики и нравственности, это, конечно, безобразие, когда отводятся в измельные участки под огородничество, в лесопарковой зоне. Это ненормально. Самое страшное, что архитектура не участвует вообще никаким боком на сегодняшний день. Потому что, если ИЖС, это понятно, что это аукционы. Если ИЖС, это понятно, что архитектура потребует, скажем так, соблюдение сервитутов, проездов, подъездов, по крайней мере, пожарных бригад, подъездов возможности скорых помощи и так далее. То есть поселок, он должен иметь логику. На сегодняшний день эти участки оформлены и отведены кому как взбрендило в голову. Потому что получается, что на сегодняшний день эти участки, кто как хотел, тот так и формировал. А вот когда Комитет по имуществу утверждал эти границы, конечно, тут надо было, по крайней мере, уже архитектуру подключить. Потому что на сегодняшний день участки, которые перекрывают на сегодняшний день проезды, коммуникационные коридоры. Потому что это поселок. Понятно, что на него какие-то общие свои сети. И всем глубоко плевать. Потому что показано на кадастре свободный земельный участок. Все, человек побежал, привел кадастрового инженера, и тут же все это утвердил. И тут же перевел в ИЖС. Мы когда строили этот поселок, мы делали генплан. Все как положено. Утверждали этот генплан. И только после этого оформляли земельный участок. Это было достаточно проблематично. Это занимало больше года. Здесь оформление огородных участков заняло меньше месяца. Вот мой земельный участок. А вот это вот все огороды. Как вы видите, что это с гугловской карты, это лес. Вот здесь де-факто вот лес, вот лес. Вот это как раз вот участок, который сейчас вырубается, и мы на этом месте находимся. Фактически дом с трех сторон обложили огородами. То есть у вас был проезд по кругу, а теперь... Вот проезд по кругу. Я показываю крупным планом, генеральный план с моим земельным участком. Вот он выделен розовым. Вот проезд у нас. А вот он кольцевой проезд тоже выходит на эту же дорогу. То есть он нормальный круговой проезд. Потому что в случае метели бывает, переметает. Да все что угодно. Тут это гора. Вот этот проезд был предусмотрен как кольцевой. Это утверждено управлением по архитектуре и градостроительству. Это генеральный план как раз поселка на Зеленогорского. Конечно. Оставили только вот небольшой кусочек. Мы еще сзади, правда, закрыли. На всякий случай. То есть на сегодняшний день вот у меня остается вот эта вот, мягко выражаясь, калитка. Еще не факт, что и калитка не порежут. Ну, в смысле, не подойдут. Скажем, ты ворота и ходи через ворота. Ну, это, я не знаю, беспредел. Эти земли, я допускаю, вот с точки зрения даже нравственности, если бы это было отведено для многодетных семей, это было логично и понятно. Но на сегодняшний день отведение под огороды, это просто-напросто лазейка дальнейшего оформления под индивидуальные жилищные дома. С перепродажей и со всеми последствиями. Более того, у нас есть информация, что это все оформляется, как правило, группами на одного человека. Это понятно, что под перепродажей. Логично. Вот этот участок 1656. Сегодня 19 сентября. До сих пор он стоит в таком вот виде. Полусвалка и заросший. Никто не использует. Уже переведен на данный момент в собственность. И назначение изменено на ИЖС с огородничества. Вот на собственной улице. Вот этот участок, который новый арендатор расчистил, он был на аукционе. Им выигран за почти 3 миллиона рублей. Здесь рядом сбоку участок. Также напротив 1656. Этот и следующие два участка также забрали под огороды. То есть они уже сколько-то месяцев переданы в аренду. Вот в таком виде огороды. Работа Комитета управления имуществом вызывает много вопросов. Используя возникшую лазейку в законе, Комитет согласовывает передачу участков в одни руки по 25-100 участков упрощенной схеме под огородничество. А продав бы эти участки через аукцион, можно было бы заработать бюджетом. И любой человек мог бы принять участие в покупке участков. Или закрыть такой глобальный вопрос, как нехватка земель для многодетных в черте города. В данной ситуации в курсе прокуратура Саратова, Следственный комитет Саратова, АБЭП, Глава города, Губернатор. Но участки продолжают раздаваться. Комитет многодетных семей и жителей города просят вникнуть в эту проблему и навести порядок. Спасибо. Спасибо.